Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное, девятое в этом учебном году, то есть в 2022-2023 учебном году, девятое занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Значит, последние все наши занятия в этом году по существу были посвящены материалистическому преобразованию, структуре изучения этой книги науки и логики, учения о понятиях. Вот. Мы благополучно провели те занятия, которые связаны с тем, что в книге учения о понятии мы изучаем прежде всего и начинаем прежде всего с чего? Ну, с того, чем закончилась вторая книга, простите, первая книга. Первая книга чем закончилась? Она закончилась Действительностью. А раз она закончилась действительностью, ну и действительность себя проявляет в том числе и как субстанцию и акциденцию, как причина и действие, то есть вполне материально. Поэтому мы должны пойти дальше от действительности, а действительность – это объективное. Поэтому первое, что мы делаем, это начинаем изучать объективность, что мы и проделали уже. То есть мы рассмотрели объективное, то есть мы рассмотрели то, что относится вообще к постановке вопроса, а также механизм, химизм, организм, жизнь и обнаружили, что, конечно, есть некоторые основания для извинения Гегеля, потому что если бы он начал все, так сказать, аккуратно излагать, у него не хватало для этого научных знаний. У него лично той науки, которая в том времени существовала, потому что и химизм не доводил дело до органической химии, да, и не было понимания того, что такое белок и что такое жизнь, а жизнь – это способ существования белковых тел. Энгельц на этом сделал соответствующую остановку и акцент. Поэтому, ну и, соответственно, до общества не дошел Гегель до понимания того, что такое общество, потому что если Маркс формулирует в тезисах о Фейербахе, что индивиды, производящие в обществе, вот действительно исходный пункт, индивиды, а не индивид. Это соответствует тому, как у Гегеля понимаются роды, дескать, вот каждый смертен, представитель рода, любого рода там, рода обезьян, рода волков и так далее, диких зверей и людей. Но каждый род в этом смысле бессмертен. И не случайно в интернационале поется, с интернационалом воспрянет ни один, ни Иванов, ни Петров, ни Северов, а род людской. Потому что люди приходят в этот мир, в общество, а не образуя его, собственно говоря, содержание этого общества, общество есть люди. Каждый вроде человек смертен, а общество бесконечное и вечное. Мы, так сказать, историю изучаем и древних веков, и еще более древних, и тем самым изучаем чье развитие, наше развитие. Потому что наше развитие идет не только от папы с мамой, и не только от бабушки с дедушкой, оно идет как продолжение развития человечества. Ну вот к этому, конечно, Гегель не мог быть готовым, и требовать нельзя. И вот как раз в этом плане то, что проделал Энгельс, то, что проделал Энгельс, а именно он исследовал диалектики природы, как раз вопрос о жизни и вопрос о труде, как о таком явлении, которое, собственно, человек из обычного стадного животного превратил действительно в человека. Что человек – это продукт, продукт обстоятельств и воспитания, что человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот это мы все проделали, и я думаю, что у него у кого не должно быть такого настроения, что мы можем критиковать Гегеля за то, что он до этого не дошел. Потому что до этого вообще не дошла современная Гегелю наука. А философия, как наука наук, она опирается на другие науки, в том числе на естественные науки, и не может двинуться вперед, если нет движения широким фронтом и в других частях науки, и в других направлениях. Ну и того, мы с вами, соответственно, рассматривали объективность и проделали вот то, о чем мы говорили. То есть мы рассмотрели объективность как таковую, мы рассмотрели затем форму этой объективности, это механизм, как внешнее соединение частей. И, между прочим, если вы возьмете эту категорию, она просто буйствует сегодня. Вот все в общественных науках, в политике, в нравственности, где угодно. Все говорят, что надо создать какой-нибудь механизм. Или механизм, который бы наполнил наши карманы деньгами. Или механизм, который бы наполнил наши поля тучными стадами, чтобы обеспечивало нам успехи в полеводстве. Или хозяйственный механизм. Потому что, хотя механизм, по смыслу, это внешнее соединение, мертвенное соединение частей, которое не имеет никакого своего движителя, все это делается внешним образом. То есть вы можете сделать механизм, и какой вы сделаете, такой он и будет крутиться, вращаться или качаться. Вот поэтому обращение к этой категории – это, можно сказать, самокритика тех, кто к ней обращается. То есть они имеют слабую голову и слабое понимание того, что нужно делать, слабое сознание. Поэтому они ищут, как бы найти такой механизм, и даже я вот заразился, думаю, как бы найти такой механизм, который бы вместо меня тут приходил и, значит, рассказывал бы и проводил бы занятия кружка. Это столь же, так сказать, такая заманчивая идея, сколько нелепая и глупая. Потому что то, что делается механически, через голову не проходит. А то, чем мы занимаемся, как раз есть то, что не только через голову проходит, а относится вообще к высшим достижениям человеческого разума. Поскольку изучение диалектики мы вот как бы с вами по частям и немного осуществляли, а сейчас мы можем сказать, что мы, так сказать, широким фронтом в этом плане пошли. Почему? Потому что нет ни одного, ни одного, так сказать, такого политического, экономического момента, который бы мог дать нам победу без диалектического подхода. Правильно? То есть если мы не понимаем развитие как борьбу противоположностей, как движение низшего к высшему простому слову, если мы не понимаем социализм как процесс разрешения противоречий, а не просто светлое будущее, которое ушло в темное прошлое. Вот если мы этого не делаем, не понимаем, то мы не продвигаемся здесь вперед. И поэтому, несмотря на трудность, вот, а трудность вот есть и немалая, мы должны к этому относиться, к этой трудности, как к естественному моменту. Еще бы не хватало, чтобы самая сложная наука была простой. Ну, поскольку мне, вот, в силу моих занятий первоначальных, пришлось заниматься математикой пять лет, вот, вместе со Степаном Степановичем, мы просто потом на одном курсе учились. Вот, как-то для нас было привычно, что если ты не понимаешь что-то в течение, вот, ну, первую лекцию понимаешь, вторую понимаешь, а третью уже ничего не понимаешь, и ждешь, когда закончится семестр, тогда возьмешь эти все свои записи, которые списывал с доски, начнешь их изучать, ну, и к моменту экзамена вроде бы как все и хорошо. Но у меня и похуже было, потому что у меня был такой план изучения, и мне сделали этот план индивидуальный, и я пришел на спецкурс, где было четыре человека, я был четвертый по гомологической алгебре, там рассматривалась матрица вместо элементов, и которые там, А1, 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 А2 и так далее, стояли функции. И вот, так сказать, на первой лекции я все понял, на второй уже ничего не понял, на третьей тоже, четвертой, пятой, шестая я благополучно досидел, до самого, целый год этот курс читался, до самого конца. Потом попросил меня снова поставить на следующий год его, поскольку я не смог его сдать, да и не подходил к этому, она нечего сдавать, все сдавать. На следующий год, хотя я не знаю, как насчет других, там как-то смотришь, вроде все с умным видом сидят, а ты молчишь, тоже с умным видом, они думают, что ты понял, а ты думаешь, что они поняли, а на самом деле неизвестно, что. Короче говоря, на следующий год я просидел еще год, и через год этот курс я сдал отлично. Так что я хочу сказать, что это что-то не еврейское, таким удивительным для тех, кто занимается сложными вещами. Наоборот, удивительно то, что к сложным вещам, к сложным, относятся так, что они, вот если они сходу не берутся, такие, дескать, ну тогда это ерунда, тогда выбросить надо. А зато и взять то, что легко вроде берется, и мне многие такие сейчас товарищи присылают предложения, или записи, или заметки, которые хотят, ну видно, что без Гегеля обойтись, а, так сказать, так по-простому, быстренько эти категории раскидать, и их делу шляпить. Ну так не получается. Ну вот поэтому мы с вами продвигаемся, не в том плане, что мы тут все понимаем, все равно тут кое-что непонятно, но главное нам понятно, что мы должны начинать с объективного, мы начали с этой объективности. И нам больше понятно, чем Гегелю в этом вопросе, потому что мы вот на прошлое занятие как раз объективности посвятили, Гегель такого не мог бы сделать без Энгельса и без Маркса. Ну а теперь мы как бы снова, так сказать, стрелка нашего этого самого трамвая нас повернула туда, где старая колея гегелевская, и мы уже отсюда, начиная вот с объективности, мы прекрасно, то есть с субъективности, мы прекрасно двигаемся уже дальше по книге, не отступая. Вот, но этот раздел тоже очень сложный, очень трудный, и к нему тоже надо привыкнуть. А как привыкнуть к чему-нибудь? Ну, другого способа нет, как возвращаться, изучать, обдумывать, обсуждать, ну и главное, верить в победу, поскольку, как вы понимаете, если вы настроены это дело понять, вы поймете со временем, а если вы не настроены это понять, ну понятно, тогда это невозможно и освоить. Никто не говорит, что это очень просто делать, но мы это делаем. Субъективность. Вот субъективность мы с вами отдельно проходили, тогда, когда мы изучали просто подряд, как написано у гегеля, поэтому это не является чем-то новым, но все равно оно от этого не стало таким уж очень простым. Но если речь идет о субъективности, то субъективность мы должны понимать как? Как отражение чего? Объективного. А если это отражение объективного, то речь идет об отражении, а поскольку речь идет об отражении, то уже моменты субъективности отражают моменты объективности, моменты объективной жизни. И поэтому мы не должны так с ними поступать, как мы поступали, допустим, с бытием. Вот бытие и бытие, целый том бытие, или половина первого тома, первая книга бытия, а потом сущности. Сущность – это снятое бытие, все снятое бытие, все снятое бытие. Но мы с вами заметили, что уже в книге о сущности, когда противоречие осело, борьба противоположность привела к тому, что противоречие идет с угрунда, то есть к основанию. В этом основании, к этому основанию мы увидели, что есть предпосылки и даже и условия. И тогда в рамках учения о сущности появилось снова бытие. Ну какое бытие? Не такое вот бытие, которое не имеет никакой глубины, а такое бытие, которое на основании и с предпосылкой. И вот это такое бытие, которое на основании и с предпосылкой, как называется? Понятное? А? Понятное? Нет. Это же учение о сущности. А? Существование. Существование. Как вы живете? Ответ. Существую. Ну раз существую, вот если человек просто есть, так вот через минуту, может, его и не будет. А человек, если существует, значит, у него есть, а, основание, наверное, дом есть, работа, наверное, есть, и предпосылки. У него там есть семья, поддержка и так далее, он навык какой-то имеет, есть предпосылки. Потому что как вы пойдете на работу, вы придете и скажете, я ничего не умею, возьмите меня на работу. Он скажет, хорошо, мы, если ничего не умеете, вот идите, вот вам тряпка и мойте пол. Что еще вы можете сделать? Но все равно, если вы имеете тряпку и моете пол, у вас уже есть средства существования в виде зарплаты. И так вы существуете. Как называется это у Гегеля? Очень интересно называется. Восстановленное через сущность бытие. Только в отличие от восстановленного молока, которое гораздо хуже, чем молоко цельное, восстановленное через сущность бытие лучше, чем просто бытие. Правда? Сегодня я есть, через секунду у меня нет. Был и всплыл. А уж если я существую, так я существую. Тогда встает вопрос, а сколько я существую? А какие у меня средства к существованию? А что это такое? Правильно? И так далее. И вот мы таким образом начинаем уже движение объективное такое, которое связано с прочностью бытия. Не просто бытие, а бытие, которое не просто быть или не быть, которое в театрах, так сказать, представляют, а уже и существовать. А это существование доводится через законное явление, а явление это то же самое существование, оно как бы раздваивается. То есть на поверхности явления есть то, что, так сказать, выражает то, что есть в глубине. И как бы два царства, царство явлений и спокойное царство законов. Но это царство законов не отделено от царства явлений, а явление выражается, и закон выражается как явление. А вот и тогда получается, а что тогда на поверхности? Если закон выражается как явление, значит в явлении есть и его закономерное, закон есть. А вот такое явление, которое... Действительное. Действительное. То есть и тогда действительность... Проявление закономерности явлений. Да, это уже... Это не просто существование, то есть это действительность. Одно дело мы имеем действительность такую там экономическую, а другое дело, что мы сейчас существуют у нас, а экономической действительности нет. А существования полно. Чего только у нас не существует. Если все разорить, то будет тоже существование. А вот насчет действительного... Поэтому не все то, что есть... И все линии могут быть разные. Да, не все то, что есть, надо брать действительным. А действительно связано с законом. А закон надо изучать. Закон вы не выдумаете. И речь идет не о законе юридическом, а о законе, который понимается, как что? Как? Спокойнее в явлении. Спокойнее. То есть вот, так сказать, на поверхности буря, там, так сказать, волны. А гольф-стрим течет и течет. Огибает Европу и приводит теплую воду туда, к нам на север. Вот туда, где делаются корабли большие. Вот такая картина. И, наконец, когда мы добрались до субъективности, то правильно будет эту субъективность рассматривать как развитие объективности, а не как субъективность, которая берется откуда. Но от Бога остается взять. Хотя у Гегеля нигде такого указания нет, что субъективность от Бога. Ну, иногда у него просто есть такие рассуждения, которые он как бы необязательными считает. Но, так сказать, он вспоминает иногда, значит, как-то с Божьей помощью и делает соответствующий переход. Потому что, если речь идет о действительности, здесь к субъективности, то есть к сознательности речь идет через общественную деятельность, через общественные отношения, через развитие общественно-экономических формаций, то есть через то, что сделали Маркс и Энгельс. Мы к какому выводу приходим в результате того, что изучаем этот вопрос в кружке? Что мы не можем изучать науку логики материалистической, если мы не знаем, что по этому поводу, по этим вопросам писали Маркс и Энгельс. Потому что именно Маркс и Энгельс поставили это все на твердую материалистическую основу. Какую? Историко-материалистическую основу. Историко-материалистическую основу. Это очень важно. Я в связи с этим хотел бы обратить внимание всех тех, кто или здесь присутствует, или будет это смотреть, на то, как Маркс определял товар. И вот если мы возьмем определение товара Марксом, он не так и определял, как товароведы. Это вот сюда, значит, так называется, такой сорт сюда. Это так называется, это так называется. Товар, это что такое? Там несколько, так сказать, оснований для того, чтобы считать товаром. Во-первых, товар это прежде всего полезная что? Что? Вещь. Вещь. На этой дороге мы уже сразу расходимся с целой массой людей, которые говорят об услугах и об идеях. Идеи полезны, услуги полезны, а товар это что? Вещь. Полезная вещь. Поэтому если это не вещь, и почему это очень важно? Ну, это людям не важно, которые не знают, в чем суть, так сказать, метода марксистского. А для тех, кто знает этот метод, так он состоит в том, как примате, первичности чего? Материального производства. А для того, чтобы пользоваться этим принципом, первичности материального производства, надо отличать материальное производство от производства идей. Я торжественно заявляю, что когда я сейчас выступаю, я никаких материальных вещей не произвожу. И точно так же, как и те, кто здесь присутствует, перерабатывают кислород в углекислый газ. При том, что мы даже это делаем в тишине и так далее. То есть не надо это смешивать. Мы не против того, чтобы все, что угодно рассмотреть. Кому это хочется, возьмите третий том капитала, до которого мало кто доходит. Поэтому как птицы, которые до середины Днепра не долетают некоторых, так и большинство не долетает до третьего тома капитала. И второе они не проходят. Или проходят мимо. Потому что весь второй том связан с чем? С движением вещей. Вы товар произвели, а где этот ваш потребитель товара? Где покупатель? Или покупателя везите сюда. Тогда это не будет материальное производство. Правда? Потому что труд по перевозке людей, это не то же самое, что труд по перевозке вещей. Потому что если вы представляете все земли, на ней лежат какие-то грузы, материальные вещи, то если вы перевозите из пункта А в пункт Б какие-то материальные вещи, вы меняете структуру земли вместе с ее составляющей. Вот и все. То есть вы делаете то, что продолжаете делать всякое производство. То есть вот здесь была гора, так сказать, цемента, а теперь она вот здесь. Или здесь были вот эти самые, этот лес был сложен штабелями, а теперь он уже вот здесь и так далее. Поэтому не надо путать одно дело, так сказать, водитель автобуса, который везет пассажиров, и когда он везет по каким-нибудь кочкам, там дружно пассажиры кричат, ты не бревна везешь, а людей. Картошку. Или не картошку. Вот. А наоборот, в политэкономии, вопреки этому, люди начинают доказывать, что вот, то есть если водитель везет людей, то он как бы везет примерно так же, как картошку. А он людей же переводит, а не продукты для людей. Не продолжает материальное производство, а перемещает людей. Это совсем другое дело. Поэтому, скажем, одно дело вот эти сейчас, которые корабейники снова обновились, только раньше корабейники, так они веселые такие были, а сейчас грустно, и всю зиму на велосипедах и по грязи, так сказать, возят кораба для тех, кому лень, лень, так сказать, что-нибудь сварить, поджарить и так далее, они его заказывают, потому что они чувствуют себя господами. Вот я тут сижу, а вот молодой человек приехал, я ему заплатил, он уехал, и ему хорошо, особенно мне хорошо, а мне ничего не надо. Тем более, что я, может быть, тут сижу и выпиваю, чем там занимаются эти люди. Ну, это что за люди? Это люди, которые перевозят что? Материальные блага. А раз они перевозят материальные блага, это продолжение процесса производства. И наоборот. Ну, точно так же, как люди из зерного перевозят на мелькомбинат. Правильно? Это же что? Это то же самое. Продолжение материального производства. А вот если бумаги, если я, так сказать, почтовый клиент или, так сказать, почтовый какой-то распространитель, и выполняю такую функцию, которую, как голуби выполняли, которые, так сказать, дашь бумажку, привяжешь к ножке, и он летит, и весточку передаст, туда, куда она, почтовый голубь. Ну, только у нас там вместо голубей есть люди, которые выполняют такие же самые обязанности. Это нематериальное производство. И как вот людей научить, чтобы они не путали, вот как воду с землей, с грунтом, не путали производство вещей и производство людей. Ну, хотя бы самоуважение. Неужели себя до такой степени надо не уважать, чтобы свалить в одну кучу производство людей и производство вещей. Хотя, все вот производство людей, представляют, предполагают и медицину, и образование, и культуру, и так далее. Это очень сложное и большое дело. Но это не... Для того, чтобы оно существовало, это дело, и нужно иметь материальное производство, чтобы люди, которые занимаются духовным производством, читают книги и преподают, например, чтобы они не умерли с голоду. Потому что, если они, так сказать, как некоторые утверждают, люди, которые, так сказать, обеспечивают материальное производство, вот скажут, вот пойдите, Михаил Васильевич, и кушайте там хоть эту книгу, хоть другие, какие у вас есть, которые вы написали, и так далее. И хотя это вроде как странно и смешно, но это очень широко распространено. Вот. Так вот, я возвращаюсь к определению товара. Товар – это, прежде всего, полезная вещь. Вещь. Не идея и не услуга, а вещь. Это что такое? Это... Можно сказать, что это всеобщие или это особенные? Давайте разберем другие моменты товара. Это полезная вещь, которая предназначена, которая поступает в потреблении через обмен или производится для обмена. Почему? Можно и так, и так сказать. Ну, потому что, если производится для обмена, сразу ясно, что это произведено не для того, чтобы я потребил, сам бы ел, но деньги надо. Сам не ем. А деньги надо, может, мне гораздо больше. Может, я не то буду есть, что вы могли есть и так далее. Но, во всяком случае, это не надо путать. Производство для обмена для другого человека, для других людей, которые будут потреблять эту вещь. И производство для себя. Это не производство для себя. Товар – это производство для других. Производство для обмена другими, а не просто. А просто так никто производить, чтобы подарок сделать, тоже не будет. Если вы имеете, кто-то сделал, что-то выпилил красивое или собрал какой-нибудь веночек и принес, и кому-то подарил, это, конечно, не товар. Но это не обмен подарок. Потому что обмен – это и обмен. Обмен предполагает ты меня и я тебе. Обмен – это что такое? Взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Меня не заставили отдать, и вас не заставили мне отдать. А это вот такое взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Или это отношение, которое состоит в том, что я, что это взаимное и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего двум субъектам. Неважно, какие субъекты – человек, коллектив, предприятие, общество и так далее. Взаимное и взаимообусловленное. Если это просто взаимное, я вот вам это, вы мне это, ну, во-первых, вы меня не просили, и независимо от того, что я вам дал, вы мне даете что-то другое, что совершенно не связано с тем, что я дал. Никакой это не обмен. Обмен обязательно предполагает. В эту взаимообусловленность. Если нет взаимообусловленности, то нет обмена. Поэтому вот такое представление, что люди, производящие товары, производят потребительные стоимости, они потребительные стоимости и производят, но это не главное содержание их деятельности. Потому что эти потребительные стоимости им нужны для того, чтобы получить в обмен от вас что? Ну, сначала другие товары, а потом в дальнейшем развитии деньги получить от вас. Неважно, как они, какие-то будут монеты или бумажки. Бумажки являются деньгами? Представители денег. Представители денег. Представители президента являются президентом? Ну, только что тут, этого ясное дело. Представители президента полно. Не всеобщий эквивалент. А? Не, не, это всеобщий эквивалент. Насчет эквивалента, это второй вопрос. Насчет эквивалента. Это, конечно, всеобщий эквивалент, но бывает неэквивалентный обмен. Поэтому зачем нам в количественную, так сказать, такую, втягивать себя в это? То есть это достаточно для определения денег, что деньги это, да, товар всеобщий, всеобщего рода. То есть, который всеми принимается. Ну, в общем-то, вы правы. Всеобщий эквивалент, конечно, можно сказать. А бумажные деньги, это деньги? Представители денег. Представители денег, не деньги. Не деньги. Так, ну, только вот смотрите, что получается. То есть, с одной стороны, вот, производится вроде бы вещь, потребительная стоимость, которая удовлетворяет потребности, а вот тот, кто производит ему, на потребительную стоимость, грубо говоря, наплевать. Правильно? Мне важно, вот возьмет гражданин, возьмет, и хорошо. А как там он будет удовлетворять свои потребности? Ну, хотите, я посолю, хотите, поперчу, хотите, еще что-то сделаю. Лишь бы вы взяли. А в голодное время съедите и так. И так далее. Тем более мы знаем, сколько случаев отравлений. Или сейчас вот говорят, вот у нас есть отличные виды масла. И называют два-три бита. Сливочного. Потому что другие, они вполне отвечают. Потому что, как вы понимаете, раньше был ГОСТ, государственный стандарт, а теперь по техническим условиям. А по техническим условиям я могу туда толкать то, что вообще-то не надо толкать в масло. Все только, кто и утверждает технические условия. Ну, не вы же. Кто производит, тот и утверждает. И все. И к нему никаких претензий. А тогда сделали, помните, такую пятиконечную, вернее, такую пятигранную. Значок, знак качества и так далее. Не надо знак качества. Мешает получать деньги. И посмотрите, что мы получили. Товар уже, сказать, какое получается. Потребительная стоимость раз, предмет для обмена два. Да? В нем это соединяется. И он не является, строго говоря, предметом потребления для производителя. То есть, он может случайным образом быть предметом потребления для производителя, но это в его понятия не заложено. Поэтому получается так, что всеобщее для товара, это то, что это вот, это такая потребительная стоимость, которая обладает свойством всеобщей обменивки. Да? Вот всеобщее, так сказать, если есть это, это всеобщее. А особенное, что? Ну, это вот какой-то уже вид. Но товара все-таки, ведь все равно, хоть и вид, так вид не просто потребительной стоимости. А какая потребительная стоимость, это мало интересует производителя товара. Для него важно, что это вот, для него ограничение, что это вот еще, надо, чтобы оно потребность удовлетворяло. А нельзя ли эти потребности развить, чтобы они бежали и ловили, как бывает. Что нужно положить еще, чтобы хотелось больше пить. Если у вас есть напитки от жажды, нужно сюда добавлять такие элементы, которые эту жажду усиливают, тогда вы больше напитков выпьете. А чем больше вы напитков выпьете, тем больше я продам. А чем больше я продам, тем больше я богатый. А это моя цель, и сама цель. И это ничего, ничего не противоречит. То есть люди, которые говорят, пойдемте на рынок, мы пришли на рынок, ну так вы пришли на рынок, а что вы хотите? Что вы теперь хотите? Ну вот и раз пришли, сидите, вот и хлебайте это. Причем, так сказать, побежали. Вот Марксовая, трудно читать, Ленина, значит, вроде и легко читать, никто не говорит, что Ленина трудно читать, все равно же не читает. Вот вы можете сказать от Бояриса, Гегеля трудно читать, ну ладно. Ну вот Генгельса уже не сможете сказать, что трудно читать. Ну Генгельс, ну что же там, ну вот происхождение семи частной собственности государства, это же поэма. Особенно сейчас там объясняется, что такое половая любовь, что она, а не вообще любовь, потому что любить я могу птиц, рыб особенно разводить, вот цветочки, а половая любовь связана с производством человеческого рода. А вот все остальное, как вы там раскрашиваете, что носите, и какие у вас, так сказать, привычки вы хотите, так сказать, себе устраивать, это никакого отношения к этому не имеет. борьба с этим в принципе очень простая. Всех тех, кто считает, так сказать, что, так сказать, это связано, это связано с тем, что он только придумал, вот соберите их, так сказать, в одном месте и пусть там они проживают. Пусть они там размножаются, вот так, можно сказать, пусть они там размножаются. Да, сам размножаются. Пусть собирают, собрать всех женщин, которые считают, что они мужчины, в одно место, всех мужчин, которые считают, что они женщины, в другое место. Вот, недавно я получил сообщение, вчера смотрел, случайно выскочило в телефоне, значит, один, значит, большой специалист по единоборствам, мужчина, перекрасился, превратился в женщину, как водится на Западе, и тот, так сказать, он с женщиной встретился, которая на самом деле женщина, он ей, значит, сразу расколол голову, быстро закончил и стал чемпионом. Красота. Вот смотрите, что получилось, значит, вот мы увидели в определении товара Маркса, вот это всеобщее, всеобщее, то, что для обмени, всеобщее, всеобщее, что это обмениваться должно, это если он не для обмена, то это не товар. Потребительная стоимость должна быть обязательна. Для кого? Ну, для того, кто будет потреблять. Два. И труд. Ну, и что тут самое важное оказалось? Труд. Труд все равно оказалось самой важной. Спасибо, сказали. Значит, труд надо рассматривать как всеобщее, он этот самый, не будет товар, а труд будет все равно. Так? Потребительная стоимость это некое условие. Поэтому, естественно, если вы чего-то трудитесь, такое не вытяните. Это вообще не труд, если он бесполезен. Вот. А обмен? Обмен, скорее, тут ограничитель, тормоз. Этот обмен не позволяет развивать производство. Он ограничивает. что он делает? Он, например, требует повышения цены. Ну, если я предложу для обмена, что мне выгодно? Выгодно повысить цену или понизить? Раньше, так сказать, когда был капитализм свободной конкуренции, выгодно было в некоторых случаях понизить. Вот, я хочу, чтобы его побить, я буду своей дешевле продавать, а он будет дороже. Народ от него убежит, хоть он и моложе, красивее, прибежит ко мне. А когда он разорится, я тогда в три раза подниму, и вот тогда вы поймете, кто тут главный. Вот и все. Поэтому в этом плане, конечно, вот это производство для обмена, оно никак не может быть всеобщим. Но это характеристика товара. Характеристика. Причем, когда речь идет о каком-то конкретном товаре, там совершенно и конкретной потребительной стоимости. Но что творят из этой потребительной стоимости? Можно выдумать потребительную стоимость, как вообще, так сказать, потребность в водке или потребность в куре, особенно вот в этом пойле, который дымят, и который пытается закрыть. Как это говорят, как там написано, жижа, когда реклама идет, жижа. Вот эту жижу разливают, и молодежь ходит и эту жижу потребляет. Как в одном из, в одной из реприз, двое, подвыпившие, я этот купил, продукт потребления и идут потреблять. Вот они идут потреблять. То есть вместо развития человека, обеспечения полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества, сейчас закончу занятие, пойду куплю жижу и буду потреблять. Для удовлетворения лишних потребностей? Для удовлетворения потребностей того, кто продает эту жижу. Это-то я знаю, но отказаться уже не могу, потому что, так сказать, вот раз потреблял, два потреблял, три, а потом начинается зависимость и так далее. Вот те, кто ходит на кружок, у них тоже зависимость, они начинают приходить уже. Начинают потреблять. Потреблять начинают. Это уже рассматривается как Гегеля. Гегеля потребляют, да? От Гегеля. Гегеля зависимость. От Гегеля маленького. Гегеля маленького. Так. Ну вот тут мы тоже можем увидеть, То есть, если мы дошли до этих категорий, мы видим, что у Маркса, конечно, во всём используются эти категории. В частности, и там говорится о субстанции, стоимости. Субстанция – это к чему относится, к какому разделу? К разделу действительность. Вот не в последней книге, а во второй книге. В действительности действительность проявляется как субстанция и акциденция. Субстанция. Труд – субстанция стоимости. То есть, тоже в действительности. Поэтому вот этот труд как субстанция стоимости, он потом себя снова проявляет, когда речь идёт о людях, о человеке. Потому что животные есть, которые инстинктивным образом что-то делают, похожее на то, что делают люди. Вот, например, муравьи. У них там и военные есть, и лётчики там у них есть с крыльями, которые вылетают. Вот, и люди, которые там, артиллеристы, когда руку поднесёшь, если вам нужно, так сказать, набрать немножко этой самой кислоты муравьиной, так, поднесите. А можете набрать крапивы, там тоже муравьиная кислота, и там есть пружинка. И когда вы касаетесь этой самой крапивы, раз оттуда выбрасывается остриё, и у вас, так сказать, и... Главное, даёт возможность сделать инъекцию муравьиной кислоты, это хорошо. Поэтому некоторые спасают свои, там, скажем, поясницы тем, что они, скажем, возьмут крапиву на рот и похлещутся чуть-чуть. Но это такое непростое приключение, не все это выдерживают. А из крапивы можно варить, делать прекрасные, во-первых, щи, а во-вторых, я своей дочке делал котлеты крапивные. И она тогда, моя жена предлагала ей котлеты, она говорит, я не буду котлеты, я буду папиной, крапивной. Так что тут всякое может быть. Ну вот мы добрались до таких интересных вещей, очень глубоких, и глубоких с точки зрения понимания того, что вот все три составных момента понятия, которые выступают как что? Как всеобщее, а особенно единичное, они неразрывны. И нельзя их, так сказать, просто так поставить, чтобы вот было отдельно всеобщее, отдельно единичное, отдельно особенное. Ну вот скажем, если, какой бы мы ни взяли предмет там, или предмет потребления, например, который употребляет или пользуется которым человек, значит, во-первых, он представляет собой очеловеченную материю, правильно? Ну вот если вы, конечно, гриб нашли в лесу, то это не очеловеченная материя. А вот если речь идет о том, что произведено руками человека, производством, это очеловеченная материя. Вот все, что здесь есть, тут есть предметы природы? В зале. Тут все предметы природы. Все предметы природы, но какой? Очеловеченные. Вот деревянные столы, пластмасса делается тоже для элементов природы. Вот все эти самые там жильяги, которые потом используются для того, чтобы сделать компьютеры, тоже. А это, так сказать, то, что делается с помощью выплавки соответствующего металла, или алюминия, или стали, или меди, или латуни, и так далее, или серебра. Все, что угодно может быть. Но все это очеловеченная природа. Поэтому мы здесь, можно сказать, как в саду. Только в этом саду не яблоки выращивают, а выращивают в другие всякие объекты, позволяющие нам выращивать свой мозг. Как говорил Маяковский, отращиваю мысль. Так, значит, поэтому они соотносятся не как вот три вещи какие-то, которые можно просто складывать или разделять, а они просто через отрицание связаны с другим. Вот всеобщее, всеобщее, с него мы начинаем, всеобщее это то, что характеризует данный объект. Всеобщее характеризует же объект, объект. И мы, хотя мы находимся здесь в учении о понятии, но мы знаем, что понятие является отражением действительности. Мы уже первую часть рассмотрели, то, что касается объективности. А вся субъективность, она есть отражение объективности. Какое может быть отражение? Может быть и творческое отражение. То есть на основе того, что сделали предшествующие поколения, можно сделать то, что еще никто не делал. Это тоже своего рода такое отражение действительности. Отражение или выражение. Но нельзя сделать так, чтобы, так сказать, не изучая предыдущее, ни на какой основе сделать что-то великое. Потому что все великое является продолжением дела человечества. Всеобщее, особенное. А единичное. А какой вы не возьмете предмет, он, во-первых, всеобщий. Во-вторых, он особенный. Если вы даже простое яблоко возьмете, так оно хоть простое, но это яблоко, которое вы взяли, оно вы можете доказывать, потому что это так не очевидно, что это всеобщее яблоко. Хотя уже из этих видов и шафран есть, и антоновка, и осенняя полосатая. И каких только нет видов яблок. Но при этом то яблоко, которое вы начинаете грызть, во-первых, это то, которое уже больше никто не будет грызть. Грызть, притом оно уже единичное, во-первых. А во-вторых, оно чем-то отличается от понятия яблоко как такового. И при этом все это яблоко. Все это характеристика яблока. Это характеризует любое другое понятие. И все понятия, вот эта вся троица, почему-то в религии там святая троица. Бог, отец, Бог, сын, и Бог святой тот. А здесь всеобщее, особенно единичное. Примерно то же самое. Только эта же наука здесь свое. И Гегель так иногда по поводу Бога проходится, так сказать, что Богу Божьему. Но он, так сказать, ему не мешает развивать диалектику и никаким образом. Нам тоже не мешает Бог, если Он есть. Но мы исходим из того, что то, что есть, называется материя. Так что если Он есть, то Он не Бог о материи. Очень просто мы с этим разделываемся и все. А раз материя какая? Ну, если Он, так сказать, представитель того, кто осваивает понятия и проводит, поэтому Он принадлежит к человечеству. А если к человечеству? Ну, это некоторое обожезвление. Вот обожезвляют композиторов, певцов, так. Ну, а, скажем, некоторые уже готовы и Гегеля с Марксом, и Гегеля с вами обожезлить. Да и Ленин тоже, и Сталин под это подходит. Потому что как уходят вот такие великие люди, после этого начинаются какие-то провалы. Вроде люди вполне земные, обычные, но приходят люди, и они все надеялись, что будет за них все это решаться, все это обдумываться и так далее. Ну, самим-то можно было додуматься, что без диктатуры пролетариата не будет социализма. Ну, у Ленина как? Понятно написано, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура Бурразии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Это все написано у Ленина. И это даже вот в книге, которую я издавал, главный в ленинизме, там это все приведено. То есть это никакой тайной не является, но решили товарищи попробовать. Дескать, хоть им говорили, что здесь если ты плавать не умеешь, утонешь, но они решили проверить. И утонуло, и тонет, так сказать, население. У нас же с 90-х годов, с 2000-го года строго, превышение смертности на рождаемость. А во время советского, социалистического времени превышение рождаемости на смерть. И при том, что у нас такие потери были в Великую Отечественную войну, у нас население очень быстро росло. А сейчас? Сейчас у нас это падает. Поэтому мы заинтересованы в том, что если к нам кто приедет, и хорошо. Механически. вот что получается. К нам приезжает, вот тут один американец приедет, обычно из боксеров или представителей боевых искусств, им очень тут нравится. Второй вот недавно уже приехал. Ну, пока сказать, что уж так большое количество американцев сюда приезжает, не скажешь, ну, есть, приезжает. И просят российского гражданства. Значит, вот получается, что как бы три ипостаси у этого понятия. Особенно всеобщие и единичные. И вот в этом надо разобраться и не рассматривать их как отдельные, друг от друга. Потому что понятие как понятие по смыслу, оно всеобщее. Ну, раз оно всеобщее, то оно, конечно, имеет и вот ту сторону, которая рассматривается как особенная. Но уж если вы за эту сторону ухватились и пытаетесь что-то сделать с тем, что является всеобщим, в данном случае особенным, и уже вот вы ухватились за что-то, оно уже особенное. Ну, тут уже получается что-то единичное. Поэтому вот эта троица, которая везде существует в религии там, отец-сын, отец-бог и отец-святой дух, а здесь тоже троица всеобщие, особенно единичные. И эта троица везде во всем, в любом понятии. Вы знаете какое-нибудь понятие, которое не имело бы вот таких сторон и не рассматривалось как три едины всеобщие, особенно единичные. Вот Степан Степанович сидит, вот он вроде бы вот просто записывает занятия кружка. А он, между прочим, человек всеобщий, а это его особенное. А из-за того, что он и человек и записывает, у него особенное, так сказать, он не просто наблюдатель, а активный участник изучение науки и логики или продвижение изучения науки и логики куда? В наше общество. Точно так же, как и товарищ Тюленев, который исправно потом вывешивает. Сейчас вот я увидел все наши последние занятия на Яндекс.Зене ВКонтакте. Там нет, там нет, а вот Яндекс.Зене ВКонтакте есть. Наверное, это теперь империалисты американской будут искать, им нужно далеко заходить, чтобы найти наш кружок. И пока они ищут, мы дальше продолжаем работать. Так, вот что мы, какие выводы мы сделаем. Причем, когда Гегель начинает эти вопросы решать, он уже не решает их так, как идеалист, в котором он выступал вопросов. Вот возьмите, например, откройте страницу 35. Конкретная, самые низ, три строчки внизу, доставляемая нам созерцанием есть тотальность, но чувственная тотальность, некоторая реальная материя, безразлично существующая в неположном пространстве и времени. Вам это ничего не напоминает? вот вам, как говорят, ленинское определение материи. Материя за что? То, что дано нам в ощущениях, правильно? Ну, и тут говорится о том, что такое? Чувственная тотальность, конкретное доставляемое нам созерцанием, то есть, во-первых, это то, что можно познавать, правильно? Раз оно доставляется нам созерцанием. Есть тотальность, некоторые никак не могут, в связи с тем, что у нас такое страшное пугало теперь придумано, тоталитаризм, никак не могут, это очень страшно, потому что тотал означает целое, тотал означает все, все должны быть сыты, все должны быть здоровыми, все должны быть порядочными, это ужасно, это тоталитаризм. Даже вот каждая больница, даже в наше уже буржуазное время, и то старается всех вылечить, не всегда получается, но такой задачи она не снимает, всех, кого положили, всех надо вылечить, хоть до какой-то степени, это точно тоталитаризм, а вот вылечишь, они уже все одинаковые, уже и врачи им не нужны, они сами как бы себе меньше их уважают, вот, а тут они лежат, несчастные, тотал, или вот, значит, что значит, три источника, три составных части марксизма, можно изучить марксизм, если только брать одни отдельные источники, нельзя, вот я сегодня ссылался на книжки Энгельса, хотя вот мы все Марс говорим, Ленин, а Энгельс как бы он вроде везде присутствует, непонятно, что он сделал, а вот он, между прочим, доработал то, что не сделал Гегель, и он специально сидел и этим занимался, и об этом говорит его книга, книга, которая называется «Диалертика природы», большая книга происхождения семьи, частной собственности государства, и еще я бы вам советовал весть несколько томов, два, по-моему, или три тома переписки Маркса и Энгельса, вот они переписываются, и вся переписка сводится к тому, что они обсуждают, как бы вот мы в кружке сидим, они обсуждают, что вот у Гегеля вот это означает, и как это вот понимать, и всякие находки находят исторические, экономические, и друг другу это дело разъясняют. Это очень веселое чтение, совершенно нетрудное, совершенно нетрудное, легкое, легкое, чтение для тех, кто изучает науку логики в нашем кружке, это, так сказать, из раздела удовольствия, там ничего непонятного не будет, а принцип вот тот же самый, где подтверждается это и чем все время. Так вот, конкретное доставляемое нам созерцание, ленинское определение материи, кто сформулирует? объективная реальность данное нам в ощущении. Ну, кем данное не говорится? вот, у Гегеля не хуже, смотрите, конкретное доставляемое нам созерцанием, то есть, он не кем-то там дан, а созерцанием, человек, человек получает это конкретное, не надо, созерцание, то от человека это идет, если вы не хотите изучать, то вы никогда не изучите, не надо приподняться. Важно, что это не кто-то нам дал, не природа, не Бог, а вот оно достает, конкретное доставляемое нам созерцанием, не вот этих вот, которые пиццу разводят, не ими доставляемое, а вот созерцанием. Вы созерцаете, пожалуйста, и будете, вот получите это конкретное. Оно вашим созерцанием, но оно конкретное откуда, видно, что оно извне. Правильно? Дальше. Есть тотальность, ну, тотальность это убийственное слово, это ужасное, конечно. А что такое тотальность? Целусность. Целусность. Это плохо? Вам, если чай наливать, вам в разбитую чашку наливать? Надо приготовить такие чашки, которые пополам разбиты. это для тех, кто против тоталитаризма, чтобы, так сказать, они уже, мы наливаем себе, пьем, а эти сидят, грустят. Но могут и так накапать себе на уголок все это сделать. Это уже их дело. тотальность, целостность. И столько много написано по поводу этой тотальности, и так ее преследуют просто. Хотя тотал больше ничего не означает, кроме того, что целое. Вам целую тарелку или на донышке. Если не жалко догновить, а хотя бы перекусить, а то на донышке совсем. Тотал. Но чувственная тотальность, вкусный, между прочим, суп, чувственная тотальность, некоторая реальная материя, материя у слова, вычитали его, Гегер? Реальная материя, не реальная такая, реальная материя, сказано. Да как у Ленина? Объективная реальность, данная нам в ощущениях. А тут некоторая реальная материя, но чувственная тотальность, чувственная тотальность я мощь с помощью органов чувств могу ее познавать материализме и перекратицизме такая дело в том что я таскать это в свое время читал довольно давно материализма перекратицами еще до того как я читал это на углу а потом вот тут вот читаем и у нас же своя программа здесь мы ищем вас хоть как это все делается приводим в порядок и вдруг на такой набредаешь но и как тогда его оставлять за рамками то сказать того источника который является одним из источников марксизма когда формулировка почти вот такая и между прочим она не 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 так что нам что-то дал или что-то дал данное нам в ощущениях но может считать природой данные у ленина а тут написано конкретное во первых конкретные они неизвестно какой-то абстрактность доставляемая нам созерцанием созерцание ну созерцание бывает так сказать такое чувственное и интеллектуальное созерцание то есть вы смотрите и перерабатываете ощущаете некоторая реальная материя безразлично существующая безразличное то что значит она от человека не абсолютно независимый где существует и все есть наблюдатель нет наблюдателя не положено пространстве что ничего не положено везде не где-то там она вот есть в этом месте тут есть материя а там нет не завезли эту материю ждите следующего следующей машины а вот а вот ленин так называет умный идеалист лучшим глупого материалиста вот вам и у нас появились люди которые за умных идеалистов нет но они сразу раз эту страницу 35 прочитали защитились я имею ввиду вот что конкретное доставляемая нам созерцанием есть тотальность но чувственная тотальность некоторые реальная материя ну как вы понимаете вот я как руководитель кружка должен готовиться кружку когда я готовлюсь несколько дней читаю то что я уже много раз читал но читаем с целью подговориться к данному занятию кружка я читаю как будто я впервые это увидел но у меня подчеркнуто ну подчеркнуто и подчеркнуто и я читал и как бы механически подчеркнул материя подчеркиваю и так далее а тут вот просто но мы-то в данном случае с вами пристально занялись тем чтобы материалистически истолковывать гегеля да как нам ленин и советовал и потом мы не можем это бесконечно откладывать что вот дескать давайте сейчас будем изучить изучать вот чисто идеалистически а потом начнем материалистически мы это делаем одновременно мы изучаем конечно произведение идеалиста гегеля но самого начала у нас идея состоит в том чтобы овладеть диалектическим материализмом поэтому одновременно или как ленин пишет в философских сектральях я стараюсь читать читать его материалистически читали видели стараюсь читать материалистически это тяжело материалистического читать это легко только когда он про бога начинает это можете не читать во первых он это только вот таких отступлениях и примечаниях она в основной текст не входит то есть он в этом смысле не заставлял бога мучиться по поводу диалектики хоть он и всемогущий но на всякий случай он такие задачи не не дал вот что мы тут наблюдаем вот когда мы рассматриваем а отсюда и вот эти три ипостаси когда ты не скажешь которые здесь записаны в религии есть ипостаси да бог отец бог сын и бог святой дух и это одно одно а тут моменты моменты ипостаси или моменты да да и то же самое все очень особенное и единичное и как надо понимать вот эти в объективном смысле или субъективном удиванным мыrà твой а вот micro и в объективном и и субъективно вот здесь уже когда мы помысли рубеж когда мы рассмотрели вопроса идти отсутят обои активности и явились су simsehen субъективно это является она базируется на объективном и является его отражением поэтому здесь и в субъективном и в объективном смысле можно об этом говорить вот получается всеобщее это таскать это вот ну как бы бытие ну какой бытие вы бытие всеобщее не какой-то момент этого кусочек или элемент никакой не элемент всеобщее особенное это что это же самое с определенностью а что значит определенность отрицание нас уже тут видите вот товарища бегло бегло отвечает без запинки с отрицанием с определенностью значит ясное дело что это никто никогда то есть нельзя сказать что никто никогда не ел яблоко всеобщее и но при этом яблоко было особенное какое сорт какой-то у него а если даже у него никакого сорта не было значит это было то яблоко которые без сорта ему попал но это все равно соль для коны да особенно я вот а единичный нет конкретное там еще единичная единичная яблоко его попало такого-то рода какой-то у нас ведь на самом деле каждая яблоня каждая прививается вот у александр владимировича золото я видел у него на скажем долго-долго значит огромные яблоня дичок но такое мощное они взяли один сук привели и питомали а дички вот и они давали много-много яблока их есть нельзя ну то есть можно есть они их отправляли так сказать на то чтобы они там шли на удобрение а тут такие мощные яблоки сильнейший вот с этой ветви каждое яблоко а на каждая яблоня которая является не дикорастущей на прививается каждое поэтому особенно это существует а единичное это то что вы в руки взяли сил потому что вот вы не пробовали съесть все антонуки и кто-то вы никто а они сырки это большая задача вот то есть здесь это то что я не хочу сказать что вот здесь все понятно вот в этом месте который мы сегодня рассматриваем ну понятно но понятно главное а сам так сказать из способ изложения и имею ввиду что гегель многое это сказать даже не на многое не указывает много имеет ввиду не все он кратизирует но во всяком случае вот здесь на странице 37 перед примечанием очень понятно написано различие которые есть существенный момент понять различие это существенный момент понятия с этим будет кто-нибудь спорить нет если она не различается она и и понять если вы ничего не различаете нет и понять никакого но в чисто всеобщем еще не положено как каковое вступает в определенном понятии в свои права определенность форме всеобщности образует соединение с нею простое это определенное всеобщие есть определенные соотносящиеся с собой собой самой определенная определенность или абсолютная отрицательность положенная особо но соотносящиеся с собой собой и определенности из единичных то есть сначала вы деляете в одну какую это определенность это особенно а потом раз само с собой соотносится и получается что это единич нас подобно тому как всеобщность непосредственно уже сама по себе есть особенность подобно этому особенность столь же что непосредственно сама по себе есть единичность. Ну конечно сама по себе, не мы же назначаем ее на должность единичности или всеобщая на должность с особенным. Правильно? Они же сами по себе, всеобщность, потому что не может не проявлять себя как особенность. А особенность, если у вас есть яблоки, но ни одно яблоко нельзя съесть, то этой особенности нету, особенной яблоки. У нас, говорит, есть отличный сорт яблок, но никто его не съел ни одно яблоко, и есть его нельзя, а вообще есть, сорт есть, только этот сорт в голове тогда есть. Вот. Единичность, на которую следует смотреть ближайшим образом, как на третий момент понятия, не третье понятие, а третий момент понятия. А что такое момент, мы с вами уже знаем. Что такое момент? Это неотделимое. То, что неотделимое, то момент. Вот. Человек умный, это умещи. Он неотделимый. Куда? Я, говорит, куда могу? Умещи-то могу. Свои дети. Ну, молчу я, могу вопросы не задавать, могу ничего не говорить. Но умещи-то все равно никуда я не могу деть. Потому что оно неотделимо. Момент. Не момент, а момент всегда это то, что соединено, то, что является моментом. Поэтому общее, особенно единичное, это раскрытие понятия. Вот оно в трех лепестках раскрывается, как всеобщее, потому что любое растение, это как есть растение. Во-вторых, это конкретное растение. И в-третьих, вот цветочек единичный. Что тут непонятно? Хотя я подтверждаю, что вот если вот то, что я сегодня прочитал в занятиях, тоже содержит в себе много такого, которое, так сказать, ну, еще не доходит до, понимаешь, что тут хотел Гегель сказать. Потому что иногда вот непонятно, что он хотел сказать. А потом вдруг смотришь, так это же ясно. Потом вдруг ясно. Но ясность, она не приходит сразу. Это удивительно, что сложные вещи сложно изучать. Как вы считаете? Это странно было. Вроде как сложные из простых. Да, они сложные. Но так сложные. Но они в доме сложные. Так оно сколько? Вот он у нас вкладывал, 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 вкладывал. Я своего директора института повышения квалификации, он тоже у него внучка есть, как у меня. Я его учил делать птичку, которая машет крыльями. И вот мы делали с ним, делали, делали. Осталось совсем мало. Все остальные. Раз и будет уже. Крылья ему ходить. Он говорит, нет, я не могу. Сдался. И так он не донес этот продукт. Давно же. Это сложный объект. Говорят, его придумал какой-то человек, которого посадили на всю жизнь в тюрьму. И у него было время подумать, как сложить хорошие птички, которые дергаешь за хвост, а они машут крыльями. Но это не помогло ему выйти из тюрьмы. Ну, получить известность. Хотя фамилии неизвестны. Говорят, где-то в Японии. Но это все не точно. Но птичку можно сделать. Вот так и здесь. Некоторые вещи довольно сложные. Он даже примечания сделал. Обычные виды понятий. Зачем человек сделал примечания? Ну, чтобы судьбу нашу облегчить. Это, говорит, основной текст. Там строго написано. Вот вам примечания. Всеобщность, особенность и единичность. Суть согласно вышеизложенному. Три определения понятия, если их именно желают считать. Уже ранее было показано, что число есть неподходящая форма для обличения в нее определения понятий. Почему? Потому что эти числа, они абсолютно друг от друга независимы. Они разрывают все. Правильно? А надо их вот видеть. Моменты. Три момента. А слово «момент» мы уже усвоим. Ну, вы заучите Гегеля. Отвечаем. Один момент. Сейчас отвечу. Ну, момент растянулся несколько. Ну, тогда мы его на отдельные моменты берем. У нас же идет систематическое изучение Гегеля. Вот у нас каждое занятие – это момент. Вот это занятие у нас уже девятое в этом году. И будет оно называться «Субъективная логика и раздел объективность». Вот так. «Субъективная логика и раздел объективность». Я хочу Степана Степановича попросить передать нашему руководителю канала этот планчик, по которому мы везем. С учетом того, что мы уже дошли до такого места, где у нас вопрос об объективности уже рассматривается после субъективности. О субъективности после объективности. «Материалистически преобразованных структур. Изучение третьей книги науки логики». Его однажды давали. Ну, я думаю, что неплохо бы его обновить. Вот такая история. Какие-нибудь есть вопросы, заявления, протесты? Следующее занятие 25 апреля. 25 апреля. Задаст. Решите вас поблагодарить за участие и пожелать вам что? Ну, овладевать. Никакого другого способа зайти на гору существует, кроме как не страшась усталости, крабкаться по ее каменистым тропам. Я напоминаю то, что писал Марк. Красиво так. «Науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, крабкается по ее каменистым тропам». Ну, кто не хочет крабкаться? Ну, пусть не крабкается. Пусть не карабкается и никакого отношения к науке он не имеет. А с другой стороны, нам это, мы поняли уже, в том числе из истории своей страны, что без этой науки ничего не построишь. Прочный социализм – это такой социализм, который умеет себя защищать. Это такой социализм, который противодействует своему разрушению и прочее. Хотя, самое главное, Ленин по этому поводу сказал, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура бургазии, либо диктатура патриата, либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Он, главное, не обвиняет тут. Он говорит, или идиот, или неграмотный. А результат тот же самый. И тогда, когда речь пошла о том, чтобы товарищам из других партий некоторые заветы сделать, Ленин говорил, выступая на одном из съездов Коминтерна, что диктатура патриата есть упорная борьба. Кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. То есть силы и традиции старого общества, они столь велики, что не следует удивляться, что вот у нас вдруг вроде было 18,6 миллиона коммунистов, а сейчас мы вот набираем, мы свободно набираем, нам никто не препятствует приему в партию, пожалуйста. Но даже некоторых из тех, кого мы уже приняли, нам приходится исключать. Почему? Потому что силы и традиции старого общества кусают в том числе и тех, кто уже зашел в нашу партию некоторых. Вот такая ситуация. То есть, видимо, значение этому вроде как слышали от Ленина, вроде бы как было такое, думали, что вот будет революция и все будет обеспечено, а дальше живи и приспокойно. Или как в хрущевский период, все, так сказать, цитировали из маркжества, богатства польются полным потоком. Так прямо и, так сказать, хочется это около этой трубы и заснуть. Рог изобилия. А? Рог изобилия. Да, рог изобилия. Вот, оказывается, в чем дело. Хотя вовсе у Маркса говорится об индивидах, производящих в обществе, а не потребляющих. Понятно, что производить надо потреблять, но это не является самоцелью. И вообще развитие человека, и не одного человека. Потому что я видел того человека, знаю того человека. Речь идет о развитии всех членов общества. Всех, без исключения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова